Иммиграция и психическое здоровье. Дополнительный материал. Не стоит стесняться психического здоровья. Добрый день! Обсуждение психического здоровья уменьшает чувство стыда и снижает чувство одиночества. Однако во многих странах психическое здоровье и связанные с ним проблемы табуированы. Они попросту замалчиваются. В этом видео обсуждаются истоки возникающей ситуации и средства ее исправления. Когда я жил у себя в стране, то воспринимал психическое здоровье, ну, как нечто табуированное. Боюсь, что ситуация не изменилась, что, возможно, это связано с ограниченностью информации о том, что это такое психическое здоровье. Об этом сложно говорить вслух. Это одно такое слово, сумасшедшее. И больше ничего другого. Люди попросту опасались распространяться насчет психического здоровья. По сути, до сих пор никто и не говорит о душевном благополучии или о психическом здоровье. Очень сложно признать даже самому себе, что у тебя психические проблемы. Люди боятся идти к врачу и говорить о психическом здоровье. А мигранты тем более. Им сложно понять, что здесь можно обратиться за помощью. Мне кажется, люди не вполне знают, что такое психическое здоровье. Возможно, это стыдно. Пожалуй, мне никогда не приходилось слышать, что бы об этом говорили, или что эти вещи как-то учитывались бы на Ближнем Востоке. Здорово, что в Финляндии эта тема не табуирована, и можно обратиться за помощью. Среди моих друзей мы очень много говорим о наших обычных делах. О психическом здоровье мы говорим тоже на самом общем уровне. Эта тема для нас никогда не была табу. Совершенно обычное дело. Мне кажется, что здесь психическое здоровье обсуждается открыто. И в публичном дискурсе. И это очень хорошая сторона финской культуры. Я считаю, что если бы везде эта тема обсуждалась точно так же, то ситуация была бы лучше.